Это был первый раз, когда я хотела пойти на какой-то фестиваль. Ну, типа, это странно, что мы ходим, ничего нету. Там просто миллион вот этих нерусских мужиков. Нам было очень холодно, мы шли по этому снегу очень медленно. Я покупала билеты на фестиваль, на самом деле я купила на шабаш. Видимо, нас обдурили просто жестко. Всем привет, с вами Мира, и в этом видео я вам расскажу треш-историю про то, как я ходила на свой первый аниме-фестиваль. Но перед началом этого видео я хотела бы распаковать одну посылочку, так сказать, разнообразить немножко контент, потому что распаковки у меня выходят не так часто, и думаю, что вы все очень любите их смотреть. И давайте же распаковывать мою посылочку. Вот такая вот тут коробочка, сейчас мы ее достанем. Так, возьмем нож. Итак, вот такая вот очень красивая коробочка. Тут у нас очень красиво все, прям. Там и этикетки есть, и все дела. Спасибо за заказ. И давайте распаковывать. Очень интересно. Я очень люблю распаковки, и тут так прям все идеально красиво сделано, что прям приятно. Так, тут у нас получается пищевая пленка, и потом уже сама коробочка. Так, я попытаюсь осторожно это сделать, потому что не хочется повредить коробку. Вот такая вот коробочка. И тут есть бантик, надо его вот так вот развязать. Тут еще немножко надо постараться, чтобы открыть. А, ну это было легко. Кайфик. Вот, еще раз показываю коробочку, тут есть этикеточка. И сейчас вы узнаете, что там находится внутри. Итак, открываем. Итак, пока что мы ничего не видим. Но сейчас все будет. Так, у нас тут бумага всякая. Пупырочка розового цвета. Блин, очень красиво. Я прям распаковываю, я прям получаю удовольствие, если честно. На стол пока положу. Ну, в общем, первое, что нас встречает, это очень милые украшения, красивые. Вот, мне очень нравится, как они выглядят. Прям красота. И даже есть щеточка, просто как-то очень круто, очень красиво. Ну и самое главное, возможно, вы уже догадались, что это. Очень приятно прям распаковывать. А, какая красота. Посмотрите, какие милые ушки. Это ушки, кстати, на Райден. Я специально сегодня оделась в этот образ. Блин, ну они просто обалденные. Они такие мягкие, красивые. Тут как раз-таки тоже можно развязать бантик, чтобы потом надевать. Честно, упаковка просто 100 из 10. Эти ушки мне прислала одна очень классная девушка, у которой есть свой магазинчик. Вы можете также у нее заказать такие ушки. Она как раз-таки принимает заказы. Будет очень рада, если вы закажете. Работа очень классная, очень качественная. Я вот просто сейчас смотрю, и мне очень нравится, как они выглядят. Я их тоже на себя надену. Плюс, как вы видели, офигенная упаковка, что вообще очень приятно распаковывать. Обычно, когда я что-то покупаю, такого нету, а здесь прям все, что я не распаковывала, все так красиво и прям классно. Если вам тоже хочется какие-то ушки себе заказать, например, для косплея, или просто вот как я, под образ Райден, советую обратиться именно к этой девушке, потому что она очень классно их делает. И я прям очень счастлива. Спасибо большое за такие ушки красивые. И давайте я их надену. Наверное, их надо немножко это раздвинуть. Их, кстати, да, можно еще двигать, то есть очень удобно. Вот какое ты хочешь положением сделать, такое можешь. Вот такая вот милота. Мне очень нравится, это очень миленько, так что сегодня я буду не просто Райден, а кошечка Райден. Давайте продолжать это видео. Итак, а мы возвращаемся к теме нашего ролика. Это был первый раз, когда я хотела пойти на какой-то фестиваль. Это было где-то два года назад весной. Я тогда только покупала свой первый косплей Тоги Химика, только начинала, то есть я там заказала пари, костюм, и подумала, что надо как бы сходить на фестиваль и посмотреть вообще, что это такое. Вот. И понять, нравится мне это или нет. Ну, вдруг там я пойму, что это что-то вообще не мое. И единственный фестиваль, о котором я знала на тот момент, это был ФФП, потому что у меня подружка, с которой общалась в художественной школе, у нее была еще подруга, которая занималась косплеем, она рассказывала как раз-таки про этот ФФП. И я такая, ну ладно, так как бы проверенная тема, надо идти. Ну и я нашла их страницу у группы ВКонтакте и купила билеты. Я вообще не шарила за эту тусовку, как и на самом деле многие, кто, например, спрашивают у меня вопросы, где вы находите фестивали вообще. В конце видео, кстати, вам расскажу, где именно надо искать фестивали и вообще советики, так сказать. Какой лучше посещать первый фестиваль? Спойлер, я покупала билеты на фестиваль, я так думала, а на самом деле я купила на шабаш. То есть как бы это немножко другой формат, ну так сказать, немножко, вообще другой формат. Я позвала еще свою сестру, старшую, потому что одной было как бы быстрее найти, я, естественно, шла без косплея, просто хотела посмотреть, что это, и она согласилась. В тот момент это было только начало весны, возможно, даже конец зимы, но в общем, лежал снег, было очень холодно просто, и мы с сестрой поехали на этот фестиваль. Мне было очень волнительно, потому что я никогда до этого не видела в реальной жизни косплееров, и как бы, ну, непонятно вообще, что меня ждет. Мы приезжаем на метро Юго-Западное вроде, это, в общем, красная ветка, там и должно было происходить этот фестиваль, и идем. И проблема в том, что там была дорога вся в снегу, ее тупо даже не почистили, и мы с сестрой оделись достаточно легко, и нам было очень холодно, мы шли по этому снегу очень медленно, было дико холодно, у нас просто уже руки отмерзли, потому что я еще шла специально с телефоном по карте, чтобы, если что, ничего, как бы, не упустить. А у меня еще проблема, что телефон начал разряжаться на холоде. Лайк, лайки, лайки, просто лучше. Я иду, понимаю, что у меня уже там, ну, 10% и нам еще идти-идти. В итоге мы все-таки доходим до нужного места, но мы оказываемся, как бы сказать, в общем, там было такое странное здание, круглое, вот, около него еще была заправка, ну, вот после заправки, получается, оно было, насколько я помню. Мы приходим, и никого не видно, то есть, нету такого вот, что, знаете, стоят косплееры, там какие-то тусовочки, все такое, вот как обычно, ты приходишь на фестиваль, и уже там перед зданием всегда прям много косплееров, кто-то там на улице, кто-то просто вышел, но в любом случае ты видишь людей, которые в косплее. Там такого не было, вообще ни души, ни одного человека в косплее, просто какой-то непонятный райончик, конкретно место то такое было, окей. И начинаем сестрой смотреть на это здание, и что-то мы такие, блин, а где оно находится? В общем, мы начали ходить вокруг здания и искать вход. Там были разные входы, типа, там, не знаю, был шиномонтаж какой-то, в общем, все что угодно, кроме того, что было похоже на какую-то косплее-тусовку. Мы даже зашли внутрь здания, там, в общем, если сзади подойти к зданию, была лестница, то есть на нее можно было спокойно пройти, и также еще рядом был какой-то бойцовский клуб нерусских. Вот, это было, если честно, очень стрёмно. Мы зашли на эту лестницу, мы начали подниматься вверх, там просто буквально этажи, которые просто были никак не сделаны, они просто как заброшены были. И вот этот бойцовский клуб, просто миллион вот этих нерусских мужиков, которые странно на нас посмотрели, потому что вот такие две девушки такие пришли, как бы, в место, где просто вот, я не знаю, их очень было много, этих мужиков. Было очень стрёмно. Они, наверное, тоже на самом деле были в шоке, типа, что мы тут вообще делаем. И нам было тоже очень стрёмно, потому что, ну блин, миллион мужиков, мы не знаем вообще, что, вдруг они с нами что-то сделают. Но, слава богу, они нас не тронули. Ну и когда мы ничего не нашли, меня это, естественно, сторожило. Ну типа, это странно, что мы ходим, ничего нету, и как бы, окей, бро. Но уже на последних процентах я вступила в чат этого ФФП Шабаша. Я по глупости тогда в панике прислала свои билеты, претензии написала, где вообще ФФП и всё такое, где фестиваль. Мне отвечали, что фестиваль был в другой день или типа, фестиваля нет, есть только Шабаш. Как я сейчас понимаю, он, скорее всего, должен был быть вечером, а мы с сестрой приехали, как бы, к фестивалю, к утреннему времени. Короче, я не знаю, как так получилось, но, видимо, я перепутала дни. Я думала, что, как бы, там только один день, например, идёт фестиваль. И по своей неосторожности я купила билеты на Шабаш. Я причём даже не знала, что это такое, а Шабаш это что-то вроде, типа, дискотеки для косплееров, тусовочки такой, там все танцуют, и это не формат вообще косплей-фестивалей. Ещё я написала саму группу ФФП, спрашивая, а где вообще фестиваль? И они написали мне, а вы на рассылку не подписаны? Тот чат с ФФП я не нашла. Скорее всего, я его удалила, потому что я тогда разозлилась, что ничего нет вообще, и нас обдурили. Я как бы потратила... Просто у меня деньги на ветер, получается, все были. На самом деле, проблема была в том, что я из-за того, что вообще не знала, что тут, как происходит в этом косплее. Я просто купила билеты, я ничего не поняла вообще, что надо делать. Я приехала на место проведения, там ничего не было, только какие-то стрёмные мужики. В общем, для вас, если вы вдруг никогда не ходили на фестивали, и хотите попробовать вообще, что это такое, косплей-тусовочки, косплей-фестивали, то я рекомендую начинать свою знакомство с этим, естественно, с фестивалей, не с шабашей и всего вот этого, и найти все фестивали, которые будут проходить в разных городах России, можно в группе Rush Anime Fest. Подписывайтесь, это очень хорошая группа, ей все пользуются, чтобы находить фестивали. Ну и также потом, конечно, уже когда ты подписан на какие-то фестивали, ну, многое количество, то уже видишь там анонсы, когда будут следующие, и таким образом узнаешь. Ну, давайте я продолжу все-таки рассказ, в принципе, на чем это все закончилось. В итоге я поняла, что я вообще все не так поняла. мы с сестрой уже просто холодные, голодные, без зарядки на телефоне, зашли в какой-то местный магазинчик, купили себе булочку, и там даже была микроволновка, мы ее разогрели, и потом просто по кайфу ели эту теплую булку. Но в целом, тот день был такой, конечно, испорченный, то есть мы как бы встали, были готовы пойти, мы прошли эти сугробы, просто как... Мы поели булочку, поняли, что, ну, видимо, нас обдурили просто жестко, и мы поехали домой. Ну, и после этого у меня такой остался неприятный осадочек, что, типа, блин, как бы вообще где узнавать нормальные фестивали, вот не эти шабаши все, а вот что-то в фестивале, пожалуйста, да? Вот, но потом я на этот же ФФП пошла именно на их фестиваль, я уже узнала, когда он будет проходить, точную дату, и уже потом у меня таких проблем не было, но в целом самый мой первый походный фестиваль был именно таким, то есть, как бы, ну, его, в принципе, не было, да? Я просто пришла такая, потусила, ушла. Когда я вспоминала об этом дне, я всегда думала, типа, что, ну, походу, там реально ничего не было. На этот день билеты были, все такое, но при этом ничего не было. Но потом я поняла, что шабаш, это же, как бы, дискотека, я обычно его всегда проводят вечером, типа, там, 18 на ноль и позже. Поэтому мы приехали утром, естественно, там ничего не было, скорее всего, даже организаторы туда не приехали, они там позже, может быть, приехали, чтобы начать подготавливать все к шабашу. Ну и в завершении хочу сказать, что я вам советую начинать знакомство именно с фестивалей, потому что все-таки там более спокойная атмосфера. Я понимаю вас, тех, кто еще никогда не был на фестивалях или были там, может быть, один раз. Я тоже вначале очень стеснялась, мне было очень страшно. Там попросить фоточку с косплеером, это просто, это, ой, боже мой. Первый фестиваль, он был такой неловкий, ну, именно на который я попала. Я его могу так описать, то есть я как бы просила там с кем-то сфоткаться, на кого-то подписывалась. В общем, это было странно, но в целом вот как-то так. И намного комфортнее, когда ты находишься в атмосфере, где у тебя, в принципе, свободное есть пространство какое-то, не когда ты с людьми на какой-то дискотеке, причем с людьми, с которыми ты еще, скажем так, не привык, с косплеерами, вот, а когда ты можешь там на фестивале отойти в уголок, можешь выйти на улицу спокойно, а не когда ты должен в одном помещении, в какой-то дискотеке, просто прыгать, там непонятно как, там даже не сфоткаешься нормально ни с кем, не рассмотришь какие-то костюмы. Ну, и в основном, мне кажется, на шабаши ходят люди, которые именно идут туда танцевать, прыгать, поэтому не будут надевать какие-то прям супер косплеи, так как в них будет очень неудобно двигаться и, скорее всего, жарко. Ну, и, в общем-то, это был весь рассказ. Я надеюсь, что вам было интересно слушать эту историю. Она, конечно, небольшая, но в целом познавательная для вас и для меня тоже, конечно, но вот эта история, мне кажется, должна помочь новичкам в косплее, людям, кто хочет с этим познакомиться, как-то обойти мои ошибки. Вот, я как бы на них уже сама научилась, уже у меня все шикарно, я просто хожу на фестивали, которые знаю и как бы никогда не теряю свои деньги, скажем так. Вот, ну, а в тот момент что поделаешь, да. Ну, был такой опыт и был, зато теперь я могу вам рассказать эту историю, чтобы вы не попали в подобное. Надеюсь, что вам понравилось это видео, вы поставите мне лайк, подпишитесь на канал, также не забывайте подписываться на мои социальные сети, на мою группу ВКонтакте, в Телеграм, где я часто появляюсь, но намного чаще, чем в других социальных сетях. Также не забывайте подписываться на группу девушки, которая создает вот эти шикарные ушки и покупать такие, потому что это просто красота, я реально очень счастлива, что они у меня есть, они просто шикарные. Это была Мирошан, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok